Привет, мои золотые! Совсем скоро наступит праздник, День Святого Валентина, и я подумала, что нужно найти несколько идеек открыток, но совсем банальных не хотелось, поэтому я хочу сегодня вам показать несколько волшебных открыток. В каждой открыточке что-то двигается, пересыпается, перемещается и так далее. В общем, все они волшебные. Ладно, не буду вас долго томить. Подписались на канал? Поставили лайк? Ну что ж, поехали! В первой открытке нас будут поздравлять сразу два персонажа. Котик с сердечком и обаятельный монстрик с цветочком. Смотрится открытка очень эффектно, а делается проще простого. Берем красивый картон и отмеряем прямоугольник 17 см на 11 см. Вырезаем его. Теперь отмеряем 4 см от одного края и 4 см от другого края. Прочерчиваем линии. Внутри у нас получился прямоугольник 9 см шириной. Делим его на три части. Все, основа готова! Теперь боковые линии нам нужно разрезать канцелярским ножом. Еще нам нужно разрезать вот эти короткие линии. Все, сгибаем открытку по линиям, как показано на экране. Вот такая заготовочка получилась. Берем красивые картинки или фотографии по размеру внутреннего прямоугольника и приклеиваем эти картинки с одной и с другой стороны открытки. Готово! Теперь, когда мы сворачиваем и разворачиваем открытку, картинка меняется. Это так прикольно! Вместо картинок можно наклеить фотографии. Например, свою и своего любимого. Это точно будет очень приятным и необычным подарочком. Следующая открытка моя самая любимая. На ней очаровательная влюбленная парочка. И девочка так любит своего мальчика, что постоянно тянется к нему целоваться. Итак, берем прямоугольник цветного картона 13 см на 9 см и две фигурки мальчик и девочка. Я вам оставлю на них ссылку в описании. Смотрим, как хотим их расположить на открытке. И замеряем все линейкой. Я померила, что мои герои будут располагаться на 2,5 см от нижнего края. Потом 1 см ширина полоски, по которой будет передвигаться девочка. А с одного полка и другого по 2 см. Получившийся прямоугольник аккуратно вырезаем канцелярским ножиком. Теперь берем полоску бумаги другого цвета и вырезаем ее чуть-чуть шире, чем получившиеся отверстия на открытке. По длине полоска должна немного выходить за открытку. Можно скруглить край, чтобы было красивее. Переворачиваем открытку и обводим полоску. Это мы наметили пространство, по которому будет передвигаться полоска с девочкой. Все остальную площадь картона мы покрываем двухсторонним скотчем на поролоне. Теперь берем прямоугольник другого цвета, только немного больше. 14 см на 10 см. Отрываем защитный слой скотча и склеиваем картон между собой. Вставляем полоску. Проверяем, чтобы она ездила. Норм. Идем дальше. Раскладываем фигурки. Смотрим, как они должны располагаться. Мальчика нужно приклеить с помощью двухстороннего скотча. Только приклеивайте вверх и вниз, чтобы полоска смогла ездить. Все, мальчик стоит. Теперь девочка. На нее вверху и внизу тоже нужно приклеить объемный скотч. Только не срывать защитный слой. И посередине приклеиваем небольшой кусочек. Подвигаем полоску. Срываем защитный слой. И посередине приклеиваем девочку к полоске. Все, самое сложное позади. Проверяем, чтобы все работало. Теперь по желанию можно посередине парочки приклеить небольшое сердечко. Переворачиваем открытку, наносим клей и приклеиваем белый картон, сложенный вдвое. Чтобы можно было еще и подписать открытку. Все, супер милая и романтичная открыточка готова. Она мне так нравится, но мне кажется, я уже замучила ее. Потому что я не могу остановиться и постоянно двигаю полоску туда-сюда. Девочка так любит своего мальчика, прямо как я своего Виталика. А эта милашная открыточка мне напоминает барабан из поля чудес. Тут нужно крутить круг, чтобы увидеть послание целиком. Открытка тоже необычная. И вы будете с большим интересом наблюдать за лицом человека, который будет пытаться прочитать ваше послание. Нам понадобится белый картон и цветной. На белом картоне рисуем круг с радиусом 5 сантиметров. И вырезаем. На цветном картоне рисуем два круга радиусом 6 сантиметров. И, конечно, тоже вырезаем. Белый круг нам нужно разделить на 8 разных секторов. И небольшой лайфхак. Чтобы ровно разделить круг, подложите под него лист в клеточку. И тогда вы без труда разделите ровненько круг. После того, как все линии начерчены, пишем I love you. Каждую букву в отдельном секторе. Пока отложим. Один из цветных кругов нам тоже нужно разделить на сектора. Один из секторов вырезаем. Теперь подкладываем белый круг под цветной. Берем швейную булавку и протыкаем их посередине. Соединяя их вместе. Переворачиваем и откусываем лишнюю иголку. Заворачиваем кончик. Сверху приклеиваем кусочек скотча. Теперь по краю цветного круга наносим клей. И приклеиваем второй цветной круг. Если у вас есть фигурные ножницы, будет прикольно сделать интересный край. Но если их нет, просто подровняйте все обычными ножницами. Все, открыточка готова. И она работает. Но можно еще сделать надпись swipe. Типа как в телефонах. И стрелочку куда надо крутить. Вот теперь все, открытка готова. По-моему она получилась очень классная. А послание можно зашифровать любое. Можно разделить открытку на больше секторов. И написать все, что хотите. Мне бы было очень приятно получить открытку с каким-нибудь посланием. Следующая открытка по-моему самая залипательная. Она реально завораживает. И я сижу и перекидываю сердечко туда-сюда, туда-сюда. Десятки раз. Оно так забавно перекатывается. Такое зрелище завораживает. Итак, берем половину А4 цветного картона. И циркулем рисуем две дуги на расстоянии примерно сантиметр или даже чуть меньше друг от друга. Теперь делим этот лист напополам. Замыкаем дуги. И аккуратненько канцелякским ножом вырезаем картон по намеченным линиям. Все, получилось вот такое отверстие. Теперь берем картон другого цвета. И размером чуть больше. На заготовку с отверстием приклеиваем двухсторонний скотч на поролоне. Следите, чтобы скотч был далеко от дуги. А то потом сердечко не будет крутиться. Я делаю два слоя скотча. А то что-то очень тоненький поролон у меня попался. Отрываем защитный слой и приклеиваем заготовку на картон. Подравниваем края. Теперь займемся механизмом. Для начала нарисуем и вырежем сердечко из картона. Украсим его. Я взяла блестящий фоамиран. Теперь берем две монеты и какую-нибудь маленькую пуговицу. Или что-то похожее. В общем, чтобы она была меньше монет. Приклеиваем эту штуку между монетами. А сверху приклеиваем сердечко. Когда все подсохнет, берем открытку и продеваем в нее монету. Все, теперь сердечко прикольно крутится. Осталось дело за малым. Украсить открытку. На края я наклею стразы. А еще у меня есть прикольная мини. Она как будто смотрит на сердечко. Сверху можно приклеить надпись. Или написать послание на самой открытке. Все сделали. Залипательная штука готова, чтобы ее подарили. Если вы приготовите сюрприз с такой открыткой, то неважно, с каким подарком вы пришли. Я уверена, до основного подарка дело не дойдет. Человек будет просто загипнотизирован вашей открыточкой. И последняя открытка на сегодня в виде полароидного снимка, в котором пересыпаются сердечки. Это настоящий сердечко-пад. Сердечки символизируют любовь к тому, кому вы дарите открытку. Берем белый картон и отмеряем прямоугольник 9,5 см на 12 см. Вырезаем его. Теперь чертим рамки по 1 см сбоку и сверху прямоугольника. А снизу отступаем 3,5 см. Очертания полароидного снимка готово. Теперь нужно аккуратно вырезать по намеченному канцелярским ножом. Готово. Теперь берем вот такую прозрачную папку. Кладем внутренность, которую мы вырезали из картона и обводим с небольшими припусками. Вырезаем. Кладем на заготовку. Теперь нам нужен двухсторонний скотч на поролоне. Приклеиваем его по всему периметру картона, попутно приклеивая и прозрачную деталь. Когда все готово, переходим к сердечкам. Берем розовый картон двух оттенков и дыроколом в виде сердечка нарезаем много красивых и ровненьких фигурок. Возвращаемся к открытке. Насыпаем внутрь сердечки, снимаем защитный слой и приклеиваем сверху белый картон. Все, открытка готова. Осталось ее украсить. На двухсторонний скотч приклеиваем сердечко и пишем I.U. I love you. Все, открытка готова. Она как настоящий полароидный снимок, только с 3D эффектом. Вместо сердечек можно насыпать бусинки или блестки. В общем, все, что придумаете. Главное, чтобы оно поместилось между деталями. А вместо белого фона может быть фотография вашего любимого. Все, это были все идеи. Надеюсь, они вам понравились и я надеюсь, вы удивите своих любимых. Не забывайте, что у меня на канале очень много видео. И к 14 февраля тоже очень много идеек. Стоит только заглянуть во вкладку видео на главной странице канала и вы найдете море идей. Особенно рекомендую посмотреть видео, которое называется «Как устроить идеальный праздник». Оно очень классное и смешное. Посмотрите. А если вы хотите крутые тематические фотографии к празднику в свой инстаграм, то такие идеи у меня тоже есть на канале. И да, подписывайтесь на мой инстаграм, если вы еще не подписаны. Я там выкладываю фоточки, снимаю сториз и даже иногда выхожу в прямой эфир. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если это видео вам понравилось. Ну что ж, увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok